Попугай с плечами 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 И тепло на полу, и полночь позади, и впереди вся ночь, и две зажаренные сосиски, и таракан, и не один будильник, старый без стекла, и новый с золочевой стрелкой. И первый снег на волосах, седы следы седой зимы, и впереди рассвет, и две невыбытых тарелки, ах, кто бы, кто бы их помыл. И двадцать восемь новых строк, как стая голубей из клетки, и тысяча ночей еды, как смерть над головой. И впереди вся жизнь, и две исписанных салфетки, и все, и больше ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая песня называется «В аэропорту Минвода», и, действительно, была написана в этом аэропорту, когда мы там сидели и ждали самолета, который никак не хотел нас везти туда, куда нам было нужно, а именно в город Москву, домой после экспедиции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И лет в руке, пока ж оплачет, Так что ж мы медлим, чёрт возьми, Когда ещё счастливый случай Представит нам аэропорт. Скоро наше счастье так летуче, Мы разрешили ему полет. Разрешили ему полет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эй, гэй! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как ядренье тенье, и в ящик опусти, и в ящик опусти. Спасибо большое. Немножечко построю гитару, а она от перемены климата начинает себя как-то странно вести. Да, у нее видим аллергии. К счастью, вы знаете, говорят, что у человека слух музыкальный с возрастом меняется. И вот если раньше Ян мог легко настроить гитару, то сейчас мне это довольно трудно уже сделать. Потому что раньше так раз-раз покрутил, и все получилось. К счастью, наука и техника не стоят на месте. У меня сейчас приборчик такой потрясающий. Просто невероятно. Ты дергаешься струной, стрелочка сразу показывает, в какую сторону нужно винтить. Представляете? Одна мета такая, только потому что зрение с годами тоже меняется. Для того, чтобы хорошо настраивали гитару нужно... Говорят, зрение понормально, а другие короткие. Ну, вроде, все получается. Относительно новая песня, ей буквально два или три года, но она ни на один диск не попала, никуда ее не стал записывать. Знаете, из суеверных соображений. Я вообще человек не очень суеверный и спокойно отношусь ко всяким совпадениям и случайностям, но здесь было совершенно однозначно. Я спел эту песню на концерте, и на следующий день все в жизни стало плохо. Я испугался. Решил, что меня где-то там, в верхних инстанциях, не так поняли. Да, и решил на всякий случай эту песню больше не петь. И довольно долго ее не исполнял. А потом в Израиле, на святой земле, на фестивале, при большом скоплении народу, как бы при свидетелях, я спел эту песню. И все хорошо. И у меня хорошо. Главное, не волнуйтесь, и у зрителей тоже все было хорошо. Видимо, меня просто в первый раз неправильно поняли. Есть, знаете, такой... Они кто? Как звукорежиссер Богу молится. Знаете? Господи! Господи! Ты меня слышишь? Раз! 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 Так и я. Ну, Господи, у нас шутка эта. Ну, я бы шутил. Но, правда, шутка получилась довольно мрачной. Но, знаете, какова действительность таковы и шутки? А в каком городе первый раз? Первый раз? Ой, не вспомню сейчас. По-моему, в Москве. Там. Не святой город. Так. Не самое удачное место. Сумасшедшим, что я говорю. Сказал Господь, да будет свет, чик-чик, и посветлял. Сказал Господь, да будет звук, и мир заговорил. Сказал Господь, ну, а теперь, вперед, пора за дело. И создал тех, и за кого всю кашу за угарем. Сказал Господь, вот это да, ура! А вот и смятый. И как заботливый пастух, овец своих пася. Он контролировал, как мог, весь ход эксперимента. Я, пока не понял, наконец, что тот не удался. Сказал Господь, нехорошо, и я так переживаю. И улетел к другим мирам, сказать, что будет свет. А я на камушке сижу и не подозреваю, Что я один, совсем один, что всё, что Бога нет. Обычно песни сочиняешь для самого себя любимого, чтобы самому себе любимому и исполнять, сам бы и пел бы. Но вот следующая песня — исключение. Это некая, такие остатки недоделки, недописанного, недоделанного когда-то мюзикла. Мы когда начинали писать, мы ещё не знали, во что это выльется. И я сидел в Ленинской библиотеке, искал темы, сюжеты, идеи. И после долгих месяцев мы решили, что всё-таки в основе такой серьёзной работы, которую мы затеваем, должна лежать хорошая литература. И этой основой стал роман Вениамин Калей на два капитана. А до этого было несколько тем, идей, сюжетов, которые мы пытались разрабатывать как-то. И вот сейчас некий дуэт. Ну, дуэт я просто спою как бы за обоих. Дуэт из ненаписанного мюзикла, который, наверное, никогда уже не будет написан, потому что так получилось. Его должны петь два очень-очень молодых человека, которому в сумме должно быть меньше лет, чем мне сейчас. Практически дети. Они только что встретили друг друга первый раз в жизни и поняли, что в их жизни произошло что-то важное. Но что? Они ещё не понимают. Потому что молодые ещё ищут. Непонятно, почему из белых свет завертелся кулырком. Мир знакомый, полный маленьких примеров, стал как будто незнаком. «Всё и так, и не так, непонятно, что и как. Но оно не так, как прежде. Это явно тайный знак. Вероятно, лучше всё вернуть обратно. Непонятно, только как. Спят в хрустальном полумраке Реки, горы и леса. И неведомые знаки шлют нам с неба небеса. Непонятно, кто хороший, кто злодей, где охотник, где орёл. Вероятно, сильно раньше, чем людей, Бог сомнения изобрёт. Стихла трель соловья, Не кусается змея. И, похоже, видим мы одно и то же, Ты и я. Помоги, расскажи, Не солки мне, кто враги мне, Кто друзья. Ночь умну за тучку прячет, Злёзды учатся летать. Это всё чего-то значит, Нужно просто прочитать. Непонятно, почему весь мир затем, Ты тихонько стал иным. Неужели это только для двоих, И не слышно остальных? Вроде всё, как всегда, Вердь по-прежнему тверда, Да и в том, что происходит, Нет ни пользы, ни вреда, Лишь понятно, Что оно так необъятно, Что доверно навсегда. Ночь пела, как белый берег, С чёрной тучкой на крыле, Как написано на небе, Так и будет на земле. Всем счастливым обладателям Автомобилям марки ВАЗ-2108, А также ВАЗ-2109 Посвящается следующей песне. Ну, судя по реакции зала, Таковых в зале немного. Это правильно, Здесь нужно ездить, Всё-таки на других машинах, Потому что ВАЗ-2108 Прекрасная, конечно, машина была, Восьмёрка. Все её помнят, Замечательная была машина, Конечно, в сравнении С предыдущими моделями. Потому что предыдущие модели Были ого-го. Это было, Когда-то это был ФИАТ, Который, в общем-то, Сделали это итальянцы, да? Привезли туда, Продали технологию И даже собирали некоторые Первые модели итальянцев. А потом итальянцы уехали И собирать начали Наши отечественные ручки. Как бы качество автомобилей Сильно изменилось. Оно с тех пор Как-то так и примерно Остается, к сожалению. Я должен вам рассказать Одну историю, Без неё следующая песня Будет непонятна. Она посвящена Первой машине В нашей семье. Эта история Чистая правда. Вот ни слова у нас, Ни звука. Все действующие лица живые Могут подтвердить, Что всё так и было. Более того, Удивительно, Я в разных странах В разных городах И странах мира. Когда рассказываю Эту историю, Ко мне подходят и говорят Но это же был Максим Граусман. Только он мог это знать. Оказывается, Его знают очень многие. Просто человек Это действительно. Это мой одноклассник, О котором пойдёт речь чуть позже. Я ехал на машине По городу Москва И вдруг чувствую, Потому что она начинает глохнуть. Что глохнуть? Так, кстати. Пух-пух-пух-пух-пух. Я опять её И она Пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Это как в том анекдоте А я не знаю, что я думаю. Молодой автолюбитель Не знаю, что с ней делать. Да. Как знаете, в анекдоте Мерседес заглох. Шестисотый Мерседес. Заглох. И Я не знаю, что делать Звоним в родину. А ты, говорит Стекло тряпочкой протирал? Протирал. А по колесу ногой стучал? Стучал. Ну и что? Не зовут? Ну, Татош, не знаю, что делать. Так и у меня. Ну, не знаю. Стучал. Доехал до студии Горького, Где я тогда работал. Не знаю. Руки дрожат. Весь подный. Потому что ездишь по Москве. Все жаруют на тебя. А не Америка. Тебя, ты на умол. Ты что достал? И вот так вот я приезжаю вместе. Господи, боже ты мой. А там уже в студии Горького Такие опытные ребята. Они, значит, Уже по несколько лет на машинах. Это у тебя свечи. Да нет. У него без насоса. Ты понимаешь, что без насоса? Да провода у него. Там целый консилиум собрался. Я знаю. Никому доверять нельзя. У меня есть одноклассник. Мой друг Максим, Который точно знает, Что с машиной произошло. Звоню ему. Маленькое отступление. После школы Максим занимался автоспортом. Был автогонщиком. Работал в автосервисе. Прекрасно знает машину. Потом эмигрировал в Австралию. И работал там на ферме, Которая продавала на австралийском рынке автомобили марки Нива. Представляете? И такое случается. Потом он все это надоело. Он вернулся в Москву. У него отбился в какой-то бизнес. Это было начало 90-х. И я звоню ему на работу прямо со студии. Тогда не было мобильных телефонов. Он говорит, Максим, что делать? Он говорит, слушай, у меня совещание. Опиши симптомы. Я описываю симптомы. Говорит, все понятно. Сделай, как я скажу. Только не удивляйся. У меня нет времени. Сделай, как скажу. Открываешь водительскую дверь. Там внизу порожек такой металлический. Он привинчен четырьмя саморезиками, шуручками. Любой из них вывинчиваешь. Говорит, любой просто. Открываешь капот. Там есть такая штука с проводами. Я теперь знаю, что эта штука называется трамплёр. Ты его, говорит, открываешь этот винтик саморезик, туда ввинчиваешь. Я говорю, а куда там винчивать? Ввинчивай куда хочешь. Там он в неправильное место не винтится. Все, пока. Я спускаюсь вниз в машине и на глазах у всего консилиума. Начинаю проделывать эти бессмысленные действия. Все ржут надо мной. Конечно, ну думаю, если Максим пошутил. Поворачиваю ключ, машина заводится и я прекрасно доезжаю до дома. Вечером звоню ему и говорю, Максим, что это было? Он говорит, ты знаешь, теперь есть время, могу объяснить. Сейчас автомобили ВАЗ поставляются с венгерскими трамплёрами. У венгерских трамплёров плохие подшипники. Они разболтаны. Вал ходит и, я теперь все слова эти знаю, площадочка, кругленькая площадочка, на которой стоит прерыватель, она не зафиксирована по отношению к корпусу трамплёра. Она ходит, поэтому искра нестабильна. А саморезик из порожка водительской двери по диаметру как нельзя лучше подходит. Вот это круговое отверстие, чтобы её закрепить. Его ввинчиваешь куда хочешь. Она искра стабилизируется и машина едет. Максим, это потрясающе просто. Это не потрясающе. Потрясающе то, что этот факт знают наши отечественные мастера на ВАЗе. Когда в них с конвейера сходит машина, которая не заводится. Они открывают водительскую дверь. Достают оттуда саморезик, завинчивают, и в таком виде отдают машину в отдел технического контроля. Вот почему опытные покупатели, прежде чем покупать машину, открывают водительскую дверь и смотрят все левентики на месте. Если одного нет, значит он с трамплёра. И покупать машину не стоит. Я говорю, Максим, ну это просто феноменально. Нет, это не феноменально. Феноменально было, когда этот трюк проделал на глазах у изумлённых сотрудников автосервиса в Австралии. Вот тут они сильно удивились. Следующей машиной в нашей семье была ВАЗ-2108. Восьмёрка. Я знал её как пять своих пальцев. Я лазил в неё достаточно часто, хотя она была надёжная машина. Звали её Дуся. Машину как бы принято назвать. У неё была нежная именно Дуся. Правда, трамплёк у восьмёр уже. Бесконтактный. И что там внутри происходит, никто не знает. Мы пойдём с тобой сегодня не на Ленинские горы, Не на выставку поделок из некрашенных кормей. Мы пойдём и купим крышку из контактного трамплёра. Потому что сто процентов, что всё дело было в ней, А я капотку нашей Дуся осторожно приоткрою. И стартём, постартую, и пансосом подсосу. И на правильное место крышку Витькам пристрою. И проделаю контроль Витью к ногой поглесу. А наутро в воскресенье Ты увидишь, что напрасно Выражал в адрес Дуся Ты сомнений освоил. И откроется пред нами мир огромный и прекрасный, Совершенно безопасный до ближайшего горе. А мы поедём и помчимся С жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмёшься И нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги, загрустив, опустит руку, Справедливо догадавшись, что её не подберут. Не пытайтесь в понедельник Нас спросить неосторожно Где мы были в воскресенье И зачем в машине трос И покроет нашу тайну Наш надёжный, безнадёжный Восьмилетний шигулёвский Мерседет и шестисос Где мы были, вам не скажем Ни резина, ни прибора Да и мы вам не покажем Что мы делали вчера Да для того и существуют Бесконтактные трамплёры Чтоб никто не догадался Между чем и чем искра Первый раз я попал в эту страну В США уже давно Это было больше 14 лет назад Это был 93-94 год, я сейчас даже не вспомню Мы гастролировали здесь с театром Алексея Рыбникова С проектом «Современная опера» В котором я тогда работал Но рассказ не об этом Рассказ о том, как мы сюда добрались Как мы сюда прилетели Летели мы долго Правильное место выбрал Алексея Рыбникова Для гастролей Гастроли начинались в ноябре Кончались в феврале Мы прилетели во Флориду В Москве был ноябрь Мы долго-долго летели Это был первый перелёт Ещё тогда с посадкой в Ирландию мы садились Потом прилетели в Майами Из Майами пересадка была Мы летели в Орландо Из Орландо долго ехали на автобусе Мы целые сутки, по-моему, добирались Мы до этого места, которое называется Сэр Питерсберг В городе Вот И там нам так понравилось Невозможно Там было хорошо Но это понравилось нам утром А вечером Мы упали спать Просыпаемся утром Море Океан Красота Нечеловеческая Рано Биологические часы сработали Время Пичём Спать не даёт Бах И смотрим Я смотрю С балкона А по берегу Бегут В наушничках Вот Молодцы Вот Сейчас самое время Как раз было воскресенье А он наступил в понедельник Вот тот самый понедельник С которого я и начну новую жизнь Чистую и светую Всего, что мы вчера делали в самолёте И всё, что мы там выпивали Всё это останется в прошлом Я не буду пить, курить Я буду бегать по утрам Подел шортики и побежал И думаю, завтра я пробегу на 100 метров больше, чем сегодня А послезавтра на 100 метров больше, чем завтра И так далее, и так далее И каждый день будут чуть-чуть похолоднее делать душ И в Москву приедут Сильные, смелые, ловкие Вот знаете, какая ерунда иногда бывает Вот бежишь где-то через неделю Через дней десять, помню И вдруг откуда-то из глубин подсознания Всплывает фраза из школьного курса физики И что тело, движущееся по загнутой траектории Совершает работу, равную нулю Так закончилась моя новая жизнь И появилась песня, которая называется «Утренняя зарядка на берегу Мексиканского залива» Я по берегу залива Ранним утром пробегу А волна плеснёт лениво И намочит мне ногу Я песок ногою взрыв И оставлю мокрый свет А волна его накроет В море смоет И привет! А вот и всё И что ты бегал, а что не бегал Океан большой зелёный крокодил Белой пеной Белой пеной, как море В московским снегом Смоет всё, что я вокруг До нас следил На просторе океанском Штормы песенки поют А в заливе в Мексиканском Исключительный уют В нём полным полно планктона Рыбы, птицы и зверья В нём в трусах своих зелёных По утрам бываю я И кружаться, и кружаться, и кружаться Белега, попуга и враги И ещё примерно поводов пятнадцать Размышлять о жизни, счастье и любви Я по берегу залив Поздним вечером пройду И нога моя пуглива Вдруг почувствует в аду И душа моя нежданно Вдруг почувствует тоску И тогда я чемодан О, покой и ку-ку Вот и всё Пора домой в родные стены И следы океанических забор Белым снегом, как моей солёной белой Постепенно, постепенно заметил Аплодисменты 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 Повсих Небеси Война Первой Ещё Зил ark Высок Аплодисменты И жалеть по всей программе непутевого себя, непутевого себя. Без того, папа, не способно включить автостоп. И как опыт показал, не готов, папа, к вероломству этих женских особ. Но к концу подходит время, отведенное на слезы. И несчастные любови исчезают, словно дым. Просто завтра будет солнце, и уйдут на запад грозы. И я волок, как конь фанерный, поскочу ты, 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 ты. Так что если есть потребность утопиться, утушиться, Этот мелкий серый дождик, просто божья благодать. Ведь в хорошую погоду на такое не решиться. И уж вовсе невозможно полноценно оправдать. И не путевого себя, без того, папа, Не способно включить автостоп. И как опыт показал, не готов, папа, К вероломству этих женских особ. И не путевого себя, без того, папа, Вечно полного предоставленных людей. И как опыт показал, не готов, папа, К легкомысленности женских людей. К легкомысленности женских людей. Следующая песня самостоятельного художественного значения не имеет. Просто она вот так, как бы, является неким... Ну, как бы вам сказать, вот мы когда заканчивали в ГИК Наши мастера Сергея Бондарчук и Ирина Скорбцева На старших курсах, Ну, у нас была очень хорошая подготовка. У нас были... Считалось, что... И по-прежнему считается, что нынешний актер должен уметь силы. Поэтому у нас было и плавание, и фехтование, Помимо актерского мастерства, Сценическая речь, сценический бой, Танцы, вокал. Все мы умели. И на четвертом курсе нас отправили на Ипподробу. Учиться кататься на лошадях. А лошади, они такие животные очень хитрые. Они сразу догадываются, кто умеет на них кататься, а кто нет. И когда не умеют, они сразу догадаются и не поживелись. Нам на всякий случай дали лошадок посмирнее. У меня был конь 24 лет от роду. Он был страшный симулянт. На него набрасываешься, его подпругу. Раз, на передние колени. Я говорю, коник, коник, тут лошадка убирает. Подходит конь, бах, его сапога, бум, скачет. Я говорю, черт, он артист. Он в Станиславского в Вишневом саде играл. Любовь играл в Вишневом саде. Оказывается, не в Вишневом саде, он, оказывается, играл в Хованщине, в Кремлевском дворце съездов, на заднем плане работал. Играл роль лошади. И там у артистов, видимо, набрался. Манера. Собственно, к чему я рассказываю? Все это, никого в отношении не имеет к песне. Звали его состав. И там ходила хома такая среди артистов, что вот Иваченко достался состав. Гошадь, составленная из останков уже умерших. И с лошадей прежних. Так вот, следующая песня, это типичный состав. Она сама по себе ничего не представляет. А это такие обрывки идей, каких-то размышлений, соображений из разных других песен, других авторов. И названий песен, там, не поймешь, что это. Песня называется «О наших планах на выходные среди срезко обострившимися внутрисемейными, межличностными отношениями». Это как бы, ну, как бы зоним поссорился. А так красиво звучит. Эпиграф из известной песни Александра Дольского. «Мне звезда упала на ладошку». Мне все время хотелось узнать, как технически это возможно. Вот мег держат голову. Извините. В тьме, где спят галактики устала, где ни одна собака не летала, кусочек межпланетного металла летит подобно резвому копью. Он вряд ли упадет мне на ладошку. Он не позволит отдохнуть немножко, он совершенно явно целит в бошки. Причем не исключает, что в мою. Какой кошмар в лесу кучей под игрокей седой, быть тюкнутым летучей, счастливой звездой. Умень из злых ключей я притягивать к колбу, губительно влияет на судьбу. А может мне тревожиться не стой, а вдруг природа как путь устроит, что не меня накроет астероид, стремительно нанесущийся к Москве. А вдруг он изменил свое решение, и, чувствуя полет и завершение, своей мишенью выбрал украшение мой нежный друг на вашей голове. А вы себе идете по улице Тверской, и, видимо, не ждете печали никакой. Ух, так вот и бывает, расслабишься едва, и тут же пострадает голова. В краю, где нет пределов габаритов, для всех ветров космических открытых, где можно схлопотать метеоритом по волосистой части головы. Как можно так небережно общаться, ругаться, не прощать, не возвращаться? Давайте же друг другом восхищаться! Да я вам, милый друг, а мной, увы! И, может быть, тогда мы сумеем избежать такой кошмарный драм, чтоб в борус отражать. И город, где летает нелестная картечь, покинут днем в субботу и утечь. Стремительной походкой, алюром три креста, прикрывшей сковородкой все важные места под самым светлым в мире космическим дождем. Взвени, город, взвени, город, идем! Спасибо, я уже говорил о том, что я закончил в ГИК, потом работал актером в Театре студии киноактеров, потом в Театре современной оперы у Рыбникова, потом был Мордост, а сейчас вот как бы... Ну, кстати, когда мы только закончили в ГИК, мы там даже снимались, даже снимались в кино, все милиционеры на заднем плане, все рабочие в «Желтой Пугаске», в кино-журнаде, в «Витиль» это все была наша работа. Это вот, да, там, ну, да, человек, стойте, 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 панорамка, панорамка, хоп-хоп-хоп-хоп, все свободно, и дальше идет, и уже выходим. Это была школа молодого бойца, мы довольно много поработали, правда, потом Сергей Бондарчук пошел и начал снимать Бориса Годунова и очень удачно пошутил. Ну, вам, ребята, я могу в своем фильме доверить главную роль. Как известно из школьной программы, главным действующим лицом драмы Бориса Годунова является народ. Вот народ мы там и играли. У меня там ролей 8, наверное, а то стрелец, то мужичок, то какой-то монах, даже два монаха. Ужас. У меня там даже слова есть, я сам в начале фильма высовываюсь и стал, поигрываю, что там за шум? А потом Борис Годунов, драма там, народная драма, а в конце опять я высовываюсь, как чушум, не царь ли? Понимаете? Для молодого артиста такая сквозная линия, там Борис Годунов, а у него все шум, шум, да, царь, не ищется. Ну, правда, потом этот шум стал профессией. Я стал работать на озвучание. Да, и моим голосом говорят очень много артистов. Я в свое время, когда дубляж был сконцентрирован на студии Горького на Союзмультфильме, да и на Мосфильме немножко, я работал там очень и очень много и без преувеличения скажу, что, ну, более, несколько сот, наверное, фильмов озвучены, и моими голосами говорят десятки и злотни зарубежных артистов, включая самых, меня потрясло, когда журнал «Советский экран» проводил опрос, кто самый популярный артист. И этот самый, и Шарон Стоун, и этот самый там Шарценеггер, они где-то в конце первой десятки были. Первые два места по опросам журнала «Советского экрана» занимали Амитабах Бачан и Митхун Чакроборти. И я. И их я тоже озвучил, и того, и другого. За последнее время вот практически весь Хью Грант говорит по-русски моим голосом. Мне это очень приятно, потому что он уже даже не спрашивает, даже меня не утверждает, просто Грант говорит, пусть этот же и озвучивает. Оба дневника прежде Джонс, Ноттинг Хилл, последний фильм «Мьюзик энд Лирикс», я там даже песню пою. Правда, они ее почему-то записали, сейчас я позвонил в Москву, уже в Москве вышел этот фильм, все-все-все по-русски, а последнюю песню по-английски оставил. Это было условие этих самых правильных продюсеров. Робин Уильямс, фильмов пять, наверное. Очень хороший актер, потруднее будет, чем Хью Грант. И даже Брюс Уильямс в пятом элементе говорит на голос. Не шутка. И это все. Спасибо, конечно, на это все. Да, десять лет я был Дональдом Даком. Вот, потом все это закончилось, я попал, был Норд-Ост, а потом Норд-Ост тоже закончился, и я опять вернулся, как я говорю, в большой кинематограф. Пока, правда, в качестве зрителя. Вернувшись в большой кинематограф в качестве зрителя, я с удивлением обнаружил, что он сильно изменился за то время, пока я его не смотрел. Он стал очень кровавым и жестоким. У моей дочери с женой любимыми фильмами стали убить Билла, и убить Билла 2. Хорошее кино, конечно, но потом посмотрелось неплохо, потом мы сходили и посмотрели отечественный фильм «Жмурки», если кто видел. Вот там все действительно всерьез моего досмотрели. Смотри, как там дурно стало. И я понял, что нужно что-то делать, и основываясь на, как я уже выразился, опыте собственных внутрисемейных, межличностных взаимоотношений, осмелился сделать несколько предложений по поводу того, как можно поправить положение дел в мировом кинематографе. Новый век нам приготовил настоящий киношок. На экране море крови, брызги мозга и кишок. Но курил бы в коридоре супертриллер бы любой, если кто с большой горе снял кино про нас с тобой. Без рыбик и зубов С весьма небольшим бюджетом Продавали бы над сюжетом Лос-Анджелес и Томбов И зрителей моя Во все финозалы мира Вполне бы мог Тренируй меня. Милый зритель, извините, И без драх и рваных ран Жизнь полна таких событий, Что не выдержит экран. Эти сцены и картины В кинофильме описать, Нежный лирик Тарантина Пусть за лицу кусать. Мы в свой сюжет включим Все то, что давно забыто, Сыграть бы мог Девиту Всех прежних твоих мужчин. И полумужской губя Вращая ледром неслабо, Брызги мозга могла бы Тебя, милый друг мой, Не пора ли сценаристов поменять? Все, что мы не так сыграли, Взять и снова переснять. И расставим все, как было, Пусть в олег не будет занят. Наш с тобой римык, Котзилы и молчания ягнят. А лучше про любовь И чтобы музон хороший, Чтоб хлопали ладоши Лос-Анджелес и тамбон, И чтобы кран не газ И пленка бы не кончалась, И чтобы получалось про нас. Года четыре назад я отдыхал на даче у своего товарища. Да его, наверное, многие знают и здесь в Америке. Он очень популярный человек в Москве. Он организатор концертов, авторской песни и в Москве, и в Америке тоже. Его зовут Женя Вдовин или Евгений Васильевич Вдовин. Мы дружим очень давно. Он настоящий сиборид. Человек, который любит отдыхать и работать, когда не отдыхает. Это ему принадлежит, приписывают, ставшую уже известным в Москве выражение. Минуты, когда телефон звонит, человек просыпается и говорит, какая сука будет меня в 14 часов утра? Вот у этого человека есть дача. Как он говорит, фазенда. Под Москвой. Ну, он говорит, под Москвой. Всего 800 километров. Он заезжает туда сразу на неделю, на три и там отдыхает. Там не берет мобильный телефон, нет связи, поэтому там можно спокойно отдыхать. И вот четыре года назад я отдыхал у него там с семьей. И абсолютно расслаблялся. Вот в хозяйстве этого человека. А это деревня такая вот, заброшенная. Там восстановили несколько домов. Там какие-то люди из Москвы, из Ленинграда. Они живут тихой, спокойной, растительной жизнью. Собирают какие-то ягодки, там греки, ходят на рыбалку. Евгений Васильевич выкопал себе пруд. Ему лень было вот ехать 15 километров на машине, удить рыбу. И не лень было три года рыть пруд. Значит, напустить туда воды, отпустить таких вот сикильдевок. И они говорят, в прошлом году Сергея Никитина даже там сидели, ловили рыбу, поймали двоих. Говорю, что они, что, почистили, отпустили. У него там есть замечательный, он говорит, хочешь молочка от 100-метровой коровы? Я говорю, как от 100-метровой? Ну, у нас в 100 метрах живет корова. Мы дальше за молоком не ходим. Они зовут у них 100-метровая корова. Вот на даче у этого человека я отдыхал, у него стоит, на этом участке стоит дверь, огромные ели, и между ними натянут гамак. Я лежал в этом гамаке, и думал, сейчас бы неплохо сочинить какую-нибудь удивительную песню. И даже придумал первую строчку. Как приятно лежать в гамаке. Но поскольку все чувства, которые я в тот момент испытывал, этой строчкой полностью исчерпывались, то дальше дело не пошло. Прошло 4 года почти, прежде чем я понял, чего в этой строчке не хватает для того, чтобы дело дальше пошло. Всего-то, казалось бы, в конце нужно было поставить букву С. Получается, как приятно лежать в гамаке С. Сразу стилистика меняется, и возникает романс. С. Романс, который называется «В гамаке С». Как приятно лежать в гамаке С. Полосатом, как старые матрасы, На собственной левой руке С. Слодострасно давить Комарас. И с природой дышать В унисон. И таком сквозь шатер бузины Любоваться она После обеденный сон Близ лежащей Шестбонге Жены. Ну, а может, его Недови. Вдруг в особе, в ближайшем пруду Он успел уже гнездышко свить И дитя добывает еду. Не сиди ты, комарик, на бне А поток от руки оторви Поряди и пропой Близ лежащей жене О моей бесконечной любви Ты скажи ей, что я был неправ В позапрошлую среду, когда Дерзко нормы морали поправ Слодострасно глазел Не туда Что, конечно, я был Дураком Но не век же гореть мне ладу Лишь за то, что невинно В одел хоботком Ничего не имея в виду Ты уж ей погуди Позвини На мужскую посетую судьбу А потом От меня Лобызни Прямо внешную жилку Толбу Впрочем Если ее Разбудить Нас обоих Неверно поймут Так что Неча далече За смертью ходи Погибай Непосредственно тут Большое спасибо Ну вот это было бы и уже все Если бы ни одна песня Которую совершенно невозможно не спеть В этой ситуации Я абсолютно уже спутался полностью Где что происходит Какое время года Я был в Австралии Тамусе Сюда прилетаю Здесь должна быть весна Здесь жаркое лето В Москве сейчас должна быть весна Там снег позавчера был Булная ерунда Поэтому Песня которая называется Дворник Степанов На битв межзвездной пустотой Оба кармана Тихо как вор В город проникнет дождь И отуревший от весны Дворник Степанов Дерзкой метлой Мусор погонит Прошь Словно ночной копой Из-за угла выду я Наступая на лужи И сложит оружие Непобедимая зима И вдруг от запаха весны Небо их двое Что-то во мне Произойдет Внутри И оттолкнувшись от земли Дерзкой ногою Я воспарю Метра на два На три Но и не более Что-б с непривычки Не стучало В ушах от давления Но и не менее Поскольку хочется летать И отуревший от весны В дальние страны Я полечу Сквозь небосклон ночной И заглядевшись на меня Дворник Степанов Спрячет метлу И полетит за мной Так отчего же весь народ Ходит как пьяный Что нас влечет Что нас лишает сна Да просто туча воробьев Дворник Степанов В небе висит Значит пришла весна Аплодисменты 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 Ну вот и все, дружок Пора открыть кингстон К добру не привели, Проказы на воде. Но сколько ж можно плыть Бессмерно удалён К единственной своей Загадочной звезде. К единственной своей Загадочной звезде. Уже запал не тот, Чтоб курс держать упряк. И все ветра на сглубь Стрелиться никуда. И очень тяжело Быть ласкою да гамой, Когда во тьме горит Семьеводом звезда. Не лучше скромно лечь На дно среди угрюх Глубоководных рыб С отравленным хвостом. Видя золото, лежит На дне в пиратских трюмах. А в подороху плывёт Бессмысленный планктон. Так что ж меня влечёт К границам небосклов? А чё терзаясь я, Приду и наяву? Зачем же я опять Бессмерно удалён К единственной своей Плыву, плыву, плывю? А единственной своей Плыву, плыву, плыву.